Стальной контейнер завис в воздухе над строительными материалами. Рабочие в касках внимательно смотрят вверх. Емкость до краев заполнена мусором и весит больше 200 килограммов. На площадке около крана главная инновация стройки – лифт. Шахта для него уже готова, там сейчас устанавливают специальное оборудование. Сам лифт пока что разобран. По словам рабочих, его сборка начнется в ближайшее время вместе с отделочными работами. Активное строительство и перепланировка в Доме культуры уже закончены. Еще в начале года вот здесь была летняя веранда. Эти колонны стояли на улице. Само здание заканчивалось этой стеной. Вот она, за ней хореографический зал, а туда дальше по коридору главный вход. Пару десятилетий назад в этом зале проводили дискотеки и демонстрировали фильмы. Здесь был видеосалон. Сейчас здесь все заставлено вентиляционным оборудованием, но совсем скоро его уберут. А здесь оборудуют хореографическую студию и конференц-зал. На втором этаже в концертном зале сейчас кладут новый пол. Все технические помещения будут под крышей. Ее, кстати, тоже пришлось поменять. В подвале вместо бомбоубежища оборудуют кафе и студию звукозаписи. В начале реконструкции некоторые видновчане опасались за судьбу уникальных элементов интерьера, рассказывают строители. Страхи оказались напрасными, уверяют они. Внутренние колонны, внешние колонны, картины, которые у нас на фойе, на первом этаже, на втором этаже, в нашем зале картины. На данный момент все это сохранено. И колонны, и картины, все это сохранено. Сохранены и оригинальные светильники. Массивные люстры и бра в ближайшее время обновят. Реконструированные ДК сделают доступным для людей с ограниченными физическими возможностями. В холле установят специальный пандус. Закончить все работы планируют уже к Новому году.